Конечно, конечно. У нас очень приветливые продавцы, все расскажут про то, что они будут продавать. Также можно будет послушать музыку того же времени. У нас будет музыкальное выступление, и будут ребята, которые будут одеты в одежду того времени, так что с ними можно будет вместе фотографироваться. Как будто вы побывали в 70-х. Действительно, сменить эпоху. Это так легко и приятно. Нужно ли это? Можно уже купить билеты на это событие? 3-1 по парте. В 8 матчах Лиги Нации на счету команды Томаса, сами Льву, 7 побед. Завтра россияне встретятся с командой Ирана. Полузащитник московского футбольного спартака Денис Глушаков заявил о том, что не знает, останется ли в красно-белом клубе. Буду я играть в «Спартаке» или нет, а если точнее дадут ли мне играть те, кто против меня за пределами клуба, этого я не знаю. Зато узнаю, что останется таким, кто любит, и самое важное для меня, что пацаны в команде все понимают. Верю, что со временем вся правда откроется, и вы свое мнение поменяете. А пока буду работать изо всех сил, чтобы провести успешный сезон, написал Глушаков в инстаграме. Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба пригрозил бойкотом своему клубу, если тот не отпустит его в Реал, об этом сообщают испанские СМИ. Более того, ради трансфера в королевский клуб Погба готов пойти на снижение зарплаты. Ранее стало известно о том, что во французском хавбеке лично заинтересован главный тренер Реала Зинедин Зидан. Новый наставник Интера Антонио Конто получит в летнее трансферное окно на усиление состава команды 120 миллионов евро, утверждает Каньера Делос-Кон. Сообщается, что эта сумма выделена на трансферы форварда Промелу Лукаку из Манчестер Юнайтед, Эдина Джека из Ромы, а также полузащитника Николы Бореллы из Кальери. Какие нападающие Александр Смитов, территория Афганского, соглашение рассчитанное сроком на один сезон. Последней командой Смитова был Казанский Акбар. Кроме этого, в континентальной хоккейной лиге Смитов выступал в Казанский Акбаре. Сын Иролита Кударметова потерпела поражение с Коэмпиром в полуфинале в карьере на турнире WTA. На соревнованиях серии Интернешнл в Хертагенбоске россиянка в матче за выход в финал уступила американке Элисон Риске 4-6-6-3-6-7. Наталья Авдеева одержала победу на чемпионате мира постреливе из блочного лука. В финальном поединке 30-летняя россиянка победила американку Пейдж Пирс 142 на 141. И пока это все новости спорта. Три месяца лета. Упоительные вечера с Петром Фадеевым и Александром Пушным. С понедельника по четверг в 16.00. Упоительные? Вы там только не пейте. Без меня. Ага. Маяк. Центральная подстанция страны. Скоро. Я? Нет. Ага. Продолжение следует...